Экзосомы Начну сразу с механизма, с того, что такое экзосомы. Экзосомы — это экстраклеточные визикулы, которые секретируются в процессе экзоцитоза. В настоящее время считается, что экзосомы являются вторичным путем удаления лишнего белкового состава внутри клеток. Первый путь — это когда образуется мультивизикулярная тельца, и она сливается с лизосомой и впоследствии там деградирует. Второй путь — когда мультивизикулярная тельца превращается в экзоцитарный, сливается с мембранной клетки внешней и выпускает экзосомы. В настоящее время считается, что в сумме экзосомы способны транспортировать между клетками также и патологические формы белков, которые участвуют в различных заболеваниях. В частности, для нас был интересен альфосинуклеин. Также было показано, что при снижении функции лизосом, вот этот вторичный путь секреции через экзосомы, он активируется. Однако в настоящее время не получено данных о том, будет ли влиять на активацию вторичного пути снижение активности только одного фермента лизосом — глюкоцеребразидазы. И как следствие, нами было поставлено два вопроса. Первый вопрос — это может ли дисфункция глюкоцеребразидазы каким-то образом нарушать секрецию экзосом? И второй — каким именно образом может влиять дисфункция глюкоцеребразидазы на характеристику полуэкстраклеточных физикул, таких как концентрация, размеры, эморофология? То есть наша гипотеза состояла в том, что, еще раз повторю, на всякий случай, чтобы было понятно, что мутации в гене глюкоцеребразидазы могут приводить к развитию болезни Паркинсона, в частности, влияя на полуэкстраклеточных физикул. И для решения этой гипотезы, ответа на этот вопрос, мы поставили себе две задачи. В первую очередь — это оценить характеристики полуэкстраклеточных физикул у носителей мутации в гене глюкоцеребразидазы. А второе — чтобы подтвердить, что это именно сниженная активность глюкоцеребразидазы оказывает влияние на характеристики экстраклеточных физикул, — это оценить именно влияние ингибирования глюкоцеребразидазы на секрецию экстраклеточных физикул в клетках нейробластома и СА6Y5Y инвитро. Первая задача была выполнена нами сильно ранее, я представлю только краткие результаты. Изначально мы оценили характеристики полуэкстраклеточных физикул у гомозиготных носителей, компаундных носителей мутации в гене глюкоцеребразидазы, у которых практически полностью снижена активность фермента. Мы оценили экстраклеточные физикулы плазмы крови. В первую очередь с помощью метода анализа траектории наночастиц мы показали увеличение размера экстраклеточных физикул. А также мы оценили методами вестернблота и проточной цитометрии представленность поверхностных маркеров экзосом. Это терраспонина в CD9, CD63, CD81 и белок теплового шока, который HPC70. И показали, что у пациентов с болезнью ГАШЕ представленность этих маркеров более ярко выражена. К сожалению, мы не можем точно сказать, с чем это связано, с увеличением размера экстраклеточных физикул, либо их концентрации. Но однозначно какой-то из этих параметров должен меняться. Далее с помощью метода криоэлектронной микроскопии мы оценили морфологию экстраклеточных физикул у пациентов с болезнью ГАШЕ. И здесь нами было выявлено, что у пациентов с болезнью ГАШЕ размер экстраклеточных физикул не только увеличен, но также, в отличие от контрольной группы, мы наблюдаем большое количество мультивизикул. В ходе первой части работы по характеристике экстраклеточных физикул пациентов с компаундным носительством мутаций в гене глюкоцеребразидаза мы сделали вывод, что экстраклеточные физикулы плазмы крови пациентов с болезнью ГАШЕ имеют увеличенный размер, а также большое количество присутствия мультивизикул в отличие от экстраклеточных физикул плазмы крови индивидуумов контрольной группы. Далее мы оценили полуэкстраклеточных физикул плазмы крови у пациентов, которые с болезнью Паркинсона ассоциированы с мутациями в гене глюкоцеребразидазы. Это гетерозиготные носители мутаций. У них ферментативная активность глюкоцеребразидазы сохраняется, но не на полную, то есть порядка 30-70% варьируется от человека к человеку и от типа мутаций. И мы выявили, что в основном у носителей... Мало того, нами была еще представлена группа очень редкая бессимптомных носителей мутаций в гене глюкоцеребразидазы, у которых также снижена активность ферментативная, но при этом у них не проявляется никаких неврологических симптомов. Нами было показано, что у носителей мутаций в гене глюкоцеребразидазы увеличивается концентрация экстраклеточных визикул плазмы крови, а также не сильно увеличен размер. И, исходя из этого, нам необходимо было подтвердить, что это именно снижение активности глюкоцеребразидазы приводит к изменению полуэкстраклеточных визикул. Для этого мы взяли культуру нейробластомы СА6СY5Y и в первую очередь мы культивировали ее в присутствии ингибитора функции лизосомба филамицина-1, а также во второй части эксперимента культивировали клетки СА6СY5Y с селективным ингибитором функции глюкоцеребразидазы кандертол-бета-эпоксидом. Далее мы оценивали активность шести лизосомных ферментов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией и также оценивали концентрацию и размер визикул методом анализа траектории наночастиц. После культивирования клеток культуры нейробластомы в присутствии ингибитора функции лизосом мы показали снижение ферментативной активности для всех шести исследуемых нами ферментов, которые связаны с лизосомными болезнями накопления в целом, что позволило нам подтвердить создание модели дисфункции лизосомы. Далее мы оценили концентрацию и размер экстраклеточных визикул секретируемыми клетками нейробластомы и показали увеличение концентрации экстраклеточных визикул, то есть повышение секреции экзосом клетками нейробластомы при дисфункции лизосом в 10 раз в сравнении с отсутствием дисфункции. Также мы наблюдали увеличение размера этих визикул. И далее мы создали уже модель дисфункции глюкоцеребразидаза на клетках нейробластомы. При оценке активности лизосомных ферментов мы показали, что активность всех ферментов, исследуемых кроме глюкоцеребразидаза, сохраняется, тогда как при воздействии кондуритол-бетаэпоксидом активность глюкоцеребразидаза снижается практически до нуля. И при оценке концентрации размера экстраклеточных визикул при ингибировании функции глюкоцеребразидаза мы показали повышение концентрации экстраклеточных визикул, но не изменение в размере. В ходе этой части работы мы сделали вывод, что ингибирование функции глюкоцеребразидаза приводит к повышению концентрации экстраклеточных визикул в нейрональных клетках инвитро. А также в заключении всей работы мы сделали вывод, что дисфункция глюкоцеребразидаза приводит к повышению секреции экстраклеточных визикул, как ин-виво, так и ин-витро. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот вы когда смотрели размеры визику, да, они оказались, значит, увеличенными при болезни Гаше, да? К сожалению, визуализацию нам удалось провести в настоящий момент только для болезни Гаше. Поэтому точно сказать, что морфологическое изменение экстраклеточных визикул присутствует при гомозиготном носительстве мутации в гении глюкоцеребразидазы. Однако мы очень надеемся получить результаты и для гетерозиготных носителей пациентов с болезнью Паркинсона и бессимптомных. А что это значит увеличение? Мы предполагаем, к сожалению, в настоящий момент нет точных данных. Мы предполагаем, что при дисфункции лизосомы, которая вызвана накоплением лизосфингалипидов, подобным образом через транспорт экстраклеточными визикулами клетка пытается избавиться от ненужных ей белков и, соответственно, увеличивается размер этих экстраклеточных визикул, потому что они перегружены. Ясно, спасибо. Так чем перегружены-то, белками или лизосфингалипидами? Вопрос, чем перегружены, тоже еще не отвечен. Это, вообще-то, наша следующая работа. Существует несколько разных предположений. Не так давно было показано, что, во-первых, для активации, агрегации альфасинуклеина достаточно мембран, только мембран экстраклеточных визикул, а их белковое содержание не несет какого-то критического значения. Также было показано, что у носителей мутации в гене глюкоцеребразидазе повышается концентрация сфингалипидов, и концентрация этих сфингалипидов начинает повышаться и в мембранах, соответственно. Что может впоследствии... Все понятно. Нам теперь спасибо большое. Есть еще какой-нибудь вопрос, Дарья? Все, спасибо большое. Спасибо. Я хотела сказать спасибо всем, кто присутствовали на нашей секции. Я считаю, что наша секция получилась очень интересной. Мы послушали про то, сколько моделей в России различных разрабатывается, ранних стадий паркинсонизма, поздних стадий паркинсонизма на животных, в каких направлениях разрабатывается лекарственная терапия и способы доставки. На самом деле, мне кажется, проводимые работы внушают скорее оптимизм. Я надеюсь, что мы все-таки движемся и сохраняем данное научное направление на уровне. Спасибо всем. Сейчас обед, и следующая секция начнется у нас в полчетвертого. А что, случилось еще какое-то объявление? Можно сделать обед самостоятельно? Да, обед самостоятельно до 15.30. Как я понимаю, где-то здесь можно в помещениях найти, где перекусить. Спасибо.